приехала я на дачу куры живут у меня на даче сами я приезжаю через несколько дней к ним и первым делом сейчас конечно же я должна им их обеспечить зеленой травой вот такое количество травы за вольером куры все это видят это это им очень хочется поэтому сейчас первым делом кашу траву а потом все остальное здесь у меня сидит шелковая курочка-квочка сегодня двадцать вторые сутки я специально приехала позже чтобы не лазить под нее по идее у нее должно вылупиться два шелковых цыпленка остальные яйца через два дня это яйца лежат для чубатой квочки которая сидит у меня в кладовке ну мне интересно сколько же она вылупила цыплят будем смотреть ну показывай есть там у тебя цыплята а ну-ка кто-то вылупился ой слышу пищит слышу пищит а вот второй ой вот он вот он вот он ловлю смотрите какой не видно вам его вот такой вот черненький сереньким твой твой а второй а второй а второго нету а почему нету один вылупился второго нет вот такая ситуация мне никогда не нравилось и всегда я ее боюсь что цыпленок один будет у квочки но это не страшно потому что у меня еще одна кучка есть конечно же я ей дам еще несколько цыплят которые вылупятся через два дня но вот это яйцо сейчас его скопирую посмотрю что здесь такое даже не наклюнутая цыпленок не вышел один малыш только смотрите красивый на нее похож жалко что один только вчера уже вылупился а это яйцо сейчас его скопирую посмотрю что же там произошло все таки но яйцо даже не наклюнуто нигде нету наклёва а вот эти яйца будет вывод через два дня и и конечно же эти яйца я отнесу под вторую квочку а эта курочка уже будет кормить этого цыпленка потому что естественно два дня он ждать не может а вас копировала яйцо там живой цыпленок поэтому срочно кладу под курицу и пусть она еще его греет возможно яйцо было не до грета потому что курочка маленькая яиц было много которые я убрала был не оплот поэтому пусть еще сидит такое бывает если яйцо недогретое цыпленок может вылупиться на двадцать вторые сутки он там живой шевелится может быть и сегодня еще вылупится пусть сидит показываю все как есть вот ключ траву накосила сгребла и только захожу еще я там не было везу траву потому что летом это очень важно это противо естественно когда закрыта курица особенно сидит еще и в клетке и не видит зеленой травы поэтому прямо при вас открываю курятник и завожу траву и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотреть, как наши цыплята на новом месте Идёмте посмотрим Кто переживал за комбикорм, смотрите Я не успела вам показать, когда уезжала тучи Огромные надвинулись И я быстренько побежала в кладовку Взяла вот такой зонт пляжный И закрыла им комбикорм И смотрите Меня встречают кто? Всё нормально Это они испугались косы Я косила траву Вот вам гостинца Для цыплят я всегда выбираю Вот такую мелкую-мелкую травку Вот так Где вы там? А ну-ка А вот мы где И домик себе нашли Смотрите, нашли и домик Всё отлично Всё нормально Вот так Освоились на новом месте Комбикорм в порядке Кто переживал Вот смотрите Всё есть у них Вода есть Ну теперь ещё и трава зелёная есть Сейчас они боятся меня Я уйду Выйдут Вернее, они испугались газонокосилки А вот эту траву Тоже, смотрите, мелкая Вот такая тоненькая Мелкая, мягкая Я специально собираю В таких местах для цыплят Такую траву я дам цыплятам Вот этим Теперь я могу насыпать им в вольер Потому что в помещении Траву сыпать я не люблю Это излишняя сырость образовывается Само помещение цыплятам Траву я не люблю насыпать Потому что это сырость А сырость для цыплят Нежелательно в помещении А когда уже цыплята у меня Вот так На свободном выгуле То, конечно же, трава Трава тогда вот так Застилаю в вольере Застилаю в вольер Застилаю в вольер Застилаю в вольер Застилаю в вольтер Системаüd Вам Johannes Хищаются А сзади Посто была Хищают Шлира Е торча Мед у индюшки кочки все нормально девушата бегают поставила досыпала комбикорм чистую воду принесла ну вот нет времени проследить как индюшка кушает комбикорм чистейший это я видела а вот чтобы индюшата кушали ну ты мастер кушать зови детей кушать а вот чтобы индюшата кушали я что-то не видела хотела чтобы она вышла на улицу походила травы поела нет никуда не хочет уходить от своих малышей я поняла я поняла что ты никуда не пойдешь все пусть сидит а остальные яйца будет досиживать вот эта кочка а у нее вывод будет через два дня покажу вам клубнику до начала сбора конечно уже два раза рвалась клубника вот смотрите уже два сбора клубники было все красное такая красивая спелая и сладкая запах идет от грядки просто а тут смотрите какая большая вот какая огромная красивая много ее пахнет смотрите какая красотища очень хорошо на вот таком черном агроволокне клубника вся чистая и вот такая вот красота смотрите ну и бурьян бурьян как видите отсутствует одна прополка под каждым кустиком и вот такая красота и удобно ходить между рядами собирать ее один раз три-четыре года вот так постараться сделать и потом получаешь удовольствие от сбора и от урожая клубники это моя помидорная теплица не знаю как я сегодня все успею но сегодня хочу подвязать все помидоры и обработать первой обработкой от фитофторы для того чтобы урожай собрать нужно три раза за сезон обработать помидор препаратами от фитофторы и все три раза это разные препараты и сегодня я хочу сделать первую обработку и в первую обработку у меня обязательно входит препарат который то есть я делаю баковую смесь это препарат от фитофторы и препарат от вредителей потому что немалую важную роль в начале роста играет защита помидора от вредителя это больше всего вредит мошка это мои личные наблюдения сегодня я подвязываю помидоры и обрабатываю первой обработкой от фитофторы и от вредителей здесь у меня если видите высажена рассада капусты всегда вам говорю не спешите с посадкой на рассаду капусты потому что рассада капусты очень быстро растет все почему-то спешат ее быстрее в марте посеять некоторые феврале сеют зачем зачем это делать и потом огромными лопухами высаживать капусту рассаду на огород на солнце и все равно эти лопухи спалятся на палящем солнце чем меньше рассада капусты тем лучше она приживается поэтому я сею капусту в середине апреля это она у меня уже смотрите перерастает вот это уже большой лист для рассады очень и поэтому частично начинаю высаживать еще и рассаду капусты почему частично потому что я вам рассказывала в один день и никогда ничего не высаживаю мало ли что может произойти град снег заморозок и еще какие-то катаклизмы природные и можно потерять всю рассаду сразу в один день поэтому я это удовольствие растягиваю на несколько раз но еще и не поэтому просто физически невозможно все сделать в один день и и и и и и и и важный момент при подвязывании помидоров внизу вот такую широкую петлю и вместе с растением растет ствол он утолщается поэтому оставляем для ствола вот такую петлю ну естественно я делаю здесь узел просто обычный узел делаю но петля вот такая широкая здесь будет толстый ствол помидора не пережимайте поступление сока для всего растения и все и теперь обматываю вокруг этого помидора и просто подвязываю и верхней натянутой нитки обматываю нитку вокруг ствола без разницы по часовой стрелке против часовой стрелки как кому удобно и подвязываю помидор не вот в такую натяжку сильную чтобы стрункой стоял помидор а немножечко вот так даю ему вот так вот послабление даю чтобы он спокойненько вот так рос и по мере созревания наливания плодов под тяжестью плодов потихонечку принимал форму свисания и тогда у нас кисти не будут переломываться когда помидор будет спокойно немножечко на сторону наклоняться под тяжестью наливающихся помидоров и вот эта кисть будет плавно спускаться и она не будет переломываться вот поэтому вот так ровно не натягиваем помидоры а вот так слабенько вот так вот оставляем и подвязываем к верху это помидор бенигара очень красиво растет он в рассаде вот такой зеленый красивый мощный бенигара в момент подвязывания помидора я удаляю пасынки вот смотрите прищипываю вот так и оставляю пенечек вот перерос уже прищипывая оставляю пену пенечек и на этом месте уже пасынков не будет вот смотрите как это было раньше ну и естественно не даем фитофторе подняться с земли потому что фитофтора в земле и вот эти все нижние листья я тоже убираю все листья которые касаются земли я убираю а некоторые листья вот так вот до половины все листы на помидоре я никогда не убираю потому что помидор питается листьями это так создана природой я никогда не оголяю полностью все кусты помидоров и тогда вкус помидора совершенно другой он особенный он просто настоящий помидор благодаря тому что мы сохраняем лист лист помидору нужен обязательно иду собрать яйца руки грязные сразу предупреждаю после помидоров особенно после посылкования помидоров руки чистыми не бывают уже идешь на выход или только на вход собираю яйца неплохо ты хозяйка яиц опять выходит зайдет выйдет руки руки после помидоров грязные вернее не отмываются ой сколько мусора курочка маран начала опять нестись немножко передохнула это которая вот это которая несет с полосой видите вот полоса и такие с полосой у нее все все были яйца когда собираю яйца надо еще внимательно смотреть и в гнездах потому что на мусоре на мусоре тоже задерживаются яйца и остаются в гнезде ого зацепила меня когтем своим напоминает мне что мне нужно еще верхние гнезда посмотреть здесь одно яйцо здесь собрала и еще у меня сидит красотка несется что у нас несла шелковая курочка посмотрим посмотрим о смотрите два яйца в гнезде молодец 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 тут нигде нету здесь все раукана яиц нет и уже давненько цыплята нормально все у них нормально цыплята уже освоились бегают по открытому выгулу и на ночь заходят в помещение мы пойдем сюда собрать яйца а я тут как раз курочка несется а тут как раз не знаю получится ли убрать забрать под ней яйца она молодая может сейчас убежать да ой сколько тут яиц ничего себе смотрите сколько ого а ну-ка давайте считать так два индюшинных и одно лигорна дальше я тебя не боюсь ого так три лигорна четыре всего лигорна четыре пять ого пять шесть шесть это лигорна это 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 у нас индюшинные четыре индюшинных а ну-ка это какие и это индюшинные шесть индюшинных шесть индюшинных вот еще одно это лигорна победили лигорны семь лигорнов и шесть индюшинных вот это вы молодцы все сиди забрала под тобой яйца да забрала все яйца все это все но неплохо за два дня вовремя вовремя я купила этих курочек лигорна и они мне дополняют ведро белоснежными яйцами все не знаю не считала это яйца за два дня но ну 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 что 22 сутки 22 сутки и сейчас я хочу посмотреть вылупился ли тот цыпленок яйцо яйцо даже не проклюнуто сейчас я вас копирую и расскажу вам что я там увидела слышите в яйце пищит цыпленок и он пытается выбраться ну что значит пусть она на нем сидит а все остальные яйца я аккуратненько отнесу под квочку чубатую пусть греет это еще яйцо и как я вам рассказывала куры цыплята квочки все живут у меня на даче сами и я приспосабливаю условия такие делаю условия чтобы птица могла здесь сама жить поэтому вот этот ящик нужно обязательно убрать выскочит оттуда цыпленок и назад в ящик квочки он не заберется первые-вторые сутки от рождения этот ящик я уберу сделаю из соломы гнездо а яйца которые еще должны лежать двое суток отнесу под чубатую курочку потому что этому цыпленку который уже вылупился ему нужно кушать пить и она должна уже вставать его кормить вот так вот в теплой ткани мягенько я отношу яйца под квочку потому что нужно идти улице несу в кладовку где сидит вторая квочка яйца отнесла конечно очень тесно там много яиц под ней ну будем надеяться что будет все хорошо особенно меня успокаивает то что осталось два дня больше яиц то это не страшно в конце насиживание так ну а ты барышня будешь подыматься сейчас и кормить цыпленка давай подымайся барышня покормим цыпленка вот здесь иди носик и смотрите что я обнаружила еще одно яйцо надо относить еще одно корми 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 его молодец молодец а этим временем я убираю ящик убираю ящик и сюда настилаю солому слышите пищит как мне его жалко кушай кушай отнесу-ка я это яйцо тоже этой квочки жалко потому что она может уже перестать его греть она уже занята цыпленком все отношу еще вот эти два яйца положила этой квочки все яйца пусть сидит думаю что нормально греет все покрыты под крыльями вот яйца нигде не видно королева комбикорма села на кучу с комбикормом с цыпленком для меня количество цыплят в данном случае не интересует у меня полный курятник цыплят в этом случае просто курица захотела быть квочкой и я ей предоставила эту возможность потому что у меня и так есть огромное количество цыплят и в этом случае мне не важно один цыпленок десять цыплят сколько есть столько есть главное что эта курица захотела быть квочкой захотела быть мамой она ею стала вон и 100 вот вот покуп 2021 под но в Продолжение следует... 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 А уже когда огурец взойдёт в росточек, то уже муравьи ему не страшны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, подвязала почти что все помидоры. Вот такие ещё оставила, пусть ещё подрастут. А вот те, которые уже срочно нужны, черри. Эти обязательно в первую очередь. И с другой стороны теплицы тоже почти все подвязала. У меня, вы видите, посажено по две штуки. Видите, по два кустика. По два кустика. Сразу говорю, кто новичок, садите по одному кусту. Выращивать по два кустика очень трудно. Если вы новичок, сажайте по одному кусту. Чем гуще высажены помидоры, тем сложнее ухаживать за ними. Первая обработка помидоров от фитофторы и болезней. Эту обработку я делаю вот этими двумя препаратами. Магникурнео и октара. Это я всё засыпаю в баковую смесь, делаю. Магникурнео. Это очень хороший, сильный препарат. Поэтому я выбираю его для первой обработки. Делает защиту для помидора более глубоко и более на длительный срок. Но следующая обработка должна быть не позже, чем через две недели. А вот через две недели это будет уже другой препарат. Сделав хотя бы три обработки помидоров, мы сохраним наше растение от фитофторы. Делаю всё по инструкции. Здесь всё чётко написано. Этот пакетик я растворяю в пяти литрах воды. Добавляю октару от вредителей. И опрыскиваю все свои помидоры. Опрыскивание помидоров я делаю или рано утром, или вечером. Это делается для того, чтобы препарат хорошо покрыл весь лист, ствол, всё растение и задержался на этом растении. Добавляю октару от вредителей. Самую первую обработку я стараюсь сделать до цветения. Помидора, потому что это всё равно, это уже закладывается помидор, который мы будем кушать. И я стараюсь это сделать, пока ещё помидоры не зацвели, потому что первая обработка делается самым сильным препаратом пролонгированного действия. То есть он будет работать долго. И поэтому я стараюсь, вот помидоры ещё не зацвели, основная масса, некоторые только выбросили цвет. Лучше, конечно, эту обработку делать, когда помидоры ещё не цветут. Первую обработку помидоров от фитофторы можно уже делать через две недели после высадки помидоров. Как только вы видите, что помидоры принялись, они уже двинулись в рост, всё, сразу же делаем первую обработку. Не откладываем, потому что чем быстрее сделаем обработку, тем лучше. Но не раньше, чем через две недели после высадки. Шпинат весь переехал в курятник. Но не весь, пару кустиков я оставила в теплице. Потому что он заглушает перец, и я его уже оставлять не могу. Большие сочные листья, это как раз то, что нужно индюкам и курочкам. Шпинат. 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 Продолжение следует...